В 2006 году Минский автозавод решил создать принципиально новый продукт — перронный автобус для обслуживания аэропортов. Таких машин модели 171 выпущено уже около сотни. В 2021 году дебютировало второе поколение — МАЗ-271. У него снова шесть дверей, мощная система кондиционирования и поистине исполинские габариты. Для сравнения, городской МАЗ-303 на 64 см уже. Два интересных факта — машина имеет передний привод, так как только такая компоновка позволяет обеспечить максимальную вместимость. Кроме того, у перронника оригинально устроена выпускная система — выхлоп автоматически направляется на правую сторону, если посадка осуществляется слева и наоборот. А сейчас минчане, следуя общемировым тенденциям, подготовили электрический вариант, получивший 245-сильный электромотор. Емкость литиево-железо-фосфатного аккумулятора варьируется от 126 до 270 киловатт-часов. Минимальный пробег на полной зарядке вполне достаточный для такой техники 80 километров. Здесь применена еще инновационная коробка передач, которая позволяет настроить плавность хода. Несмотря на, казалось бы, небольшой объем батареи 180 киловатт, у него хватает на смену эксплуатации, плюс зарядка у него составляет… обычная зарядка около 75 минут. Новая модель стала первым перронным электробусом во всей России. Ее решил протестировать петербургский аэропорт Пулково. Под занавес прошлого года группа ГАЗ наладила выпуск среднеразмерного автобуса «Ситимакс-9». Модель, рассчитанная на перевозку от 67 до 84 пассажиров, уже активно закупается российскими перевозчиками. Сделано больше полусотни дизельных единиц, однако многие заказчики предпочитают газовые модели как более экономичные. Создать метановый вариант было нетрудно – в гамме Ярославского моторного завода появилась рядная четверка 535-й серии, оснащенная свечами зажигания, способная потреблять компримированный природный газ. Таким движком газовый «Ситимакс-9» на одной заправке может проезжать по трассе около 600 километров, а в городе порядка 300. Сейчас новинка проходит процедуру сертификации, а старт серийного выпуска намечен на первый квартал 2024 года. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...